Приветствую вас. Ну что же, сердцу, в общем, не прикажешь, да, если вы влюбились в женатовое, ну что ж, значит, так получилось. Первое, что нужно сделать, это оценить характер своей любви. То есть, что это, грубо говоря, за чувство такое? Как это чувство любви проявляется? То есть, хорошее это чувство, позитивное ли оно, это чувство. Или наоборот, это чувство разрушительное, негативное, злое, деструктивное, которое вам несет один лишь только негатив. Я думаю, что если чувство хорошее и позитивное, то в нем нет ничего плохого в этом чувстве, наоборот, оно прекрасное, оно супер, оно замечательное, оно волшебное. И вам нужно стараться получить максимум наслаждения от него. То есть, что вы способны любить. Сделайте человека счастливым по мере, так скажем, своих сил, по мере, так скажем, своих ресурсов, да. То есть, все, что вы можете сделать для него, сделайте, и это будет великолепно, как для вас, так, в принципе, и для него тоже. Ну, для того, в кого вы их влюбили. Вот. Если же чувство деструктивное, то, соответственно, оно основано на ваших желаниях, на ваших потребностях, которые вы просто-напросто неверно пытаетесь удовлетворить. Ну, в силу, в силу тех или иных причин, тех или иных аспектов, тех или иных моментов. И я думаю, я думаю, что в таком случае нужно исходить уже из того, чего конкретно вы хотите для себя. Что конкретно вам нужно, чего вы желаете, в чем нуждается. Вот. Это, мне кажется, ведь очень важно. Дальше. Следующее, что нужно сделать, это оценить перспективы. То есть, какие у вас перспективы с этим человеком. Ну, во-первых, объективно, чего вы хотите. То есть, если у вас, скажем так, какие-то желания. Вот. Ну, какие-то виды на молодого человека, на мужчину. Видите ли вы себя, соответственно, любовницей. Ну, при условии, если у вас что-то получится. Видите ли вы себя, скажем так, на втором месте, да, ну, на вторых ролях по сравнению с женой. Вот. Если видите, да, то как вы себя видите. То есть, что конкретно вы видите. Вот. Видите ли вы что-то хорошее, или видите ли вы в основном что-то плохое, что-то негативное. Вот. То есть, вот с этим моментом, да, нужно тоже обязательно разобраться. Ну, потому что это важно для вас, опять же. Вот. И, соответственно, если история звучит так, что вам не нравится и не устраивает перспективы, которые имеют место быть, то в таком случае имеют место отдалиться от него, от мужчины, я имею в виду, и, соответственно, уже обратить внимание больше на себя. Вот. А если вам больно находиться с ним рядом, то, соответственно, тоже общение стоит свести к минимуму. А если есть подавление, что мужчина, например, несчастлив в браке, да, и, как бы, объективные отношения у него там не очень, то, опять же, не торопитесь делать выводы о том, что у вас все получится, потому что мужчина по какой-то причине, ну, в этих отношениях продолжает находиться. Вот. Если мужчина продолжает находиться в этих отношениях, есть большая вероятность того, что он из них не уйдет. То он не променяет свою жену на кого-то другого. Вот. А если, если он даже уйдет из отношений, уйдет из семьи, то нужно, как минимум, какое-то количество времени для того, чтобы человек, скажем так, пришел в себя по поводу, чтобы не было это, как четверная ценового сравнения. То есть, вот, я ушел к ней, потому что с ней мне лучше, да, а вот, там, по поводу моей жены, да, она там выигрывает. Вот. Я не думаю, что вы бы хотели, чтобы вас кем-то спланировали. Я думаю, что вам хотелось бы, чтобы вас не видели личность. Вот. Поэтому здесь тоже очень важный аспект, чтобы вы достаточно ревностно соблюдали вот эти вот аспекты, да, для того, чтобы не попасть, ну, просяк, да, вот. По моей любви, еще раз повторю, ничего страшного нет, это здорово, я считаю, это здорово, это прекрасно, это великолепно. Вот. И мне кажется, что это энергия, это энергия. То есть, вот то, что вы видите, чувствуете, это энергия. Вопрос в том, как вы будете эту энергию использовать. Если вы будете использовать ее как-то никак не негативно, да, например, что будут проблемы. Проблемы будут серьезные. Если вы будете использовать энергию позитивно, то ваши проблемы, соответственно, ну, проблемы вас не касаются никак, потому что, ну, те, кто использует свою энергию позитивно, да, если ваши чувства к мужчине завязаны исключительно на позитиве, да, на какой-то вот такой позитивной энергии, на желании ему счастья, на чем-то таком, вот, то мне кажется, в этом нет ничего плохого. Наоборот, это великолепно, здорово, и можно только вам позавидовать, сказать, что вы счастливый человек, и, в общем-то, все. По сути. Вот. Но очень часто, к сожалению, бывает такая история, что люди влюбляются в женатых мужчин, ну, женщины влюбляются в женатых мужчин, потому что неуверенны в себе, потому что у них остались же на самооценке, потому что они боятся одиночества, ну, и так далее. Тут вот примерно такая история, и, ну, если она действительно есть у вас, если это действительно история про вас, вот, то, конечно же, в таком случае стоит от мужчины отдаляться, а вам самой обращаться к психологу за помощью, в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего негативного, в этом нет ничего страшного, вот. Тут нужно просто признать, признать факт проблемы. И тогда, я думаю, все, в общем и целом, будет хорошо. Ну, по крайней мере, гораздо лучше, чем это есть у вас сейчас, если вы продаете. То есть любовь не должна, любовь не должна проносить продажу, вот, никогда. Вот это то, что я хотел вам сказать. Ну, и да, было бы неплохо определиться, конечно, вот, целью, да, то есть, вот, вы спрашиваете, что делать, а, что делать, чтобы, чтобы что. Вот. То есть, с чего хотите-то? Мужчину вернуть, ну, это, может быть, получится, может быть, и нет, то есть, тут, как бы, нет уверенности однозначно. То есть, тут вот необходимо, конечно, поисследовать, чего конкретно вы хотите. И реально ли это все сделать, ну, то есть, реально ли получить вам то, что вы хотите для себя. Вот. Вот. В этой. Вот. Вот. На этом все. Вроде бы все аспекты я рассмотрел. Надеюсь, что это было для вас полезно. Если вам, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...